Продолжение следует... Вот, вот, собственно, выглядит, вот Таня, вот куда мы идем. Что называется? Я приехал из Санкт-Петербурга, России. Нюмэн. И вот мы идем к Нюмэну. Идти тут далеко, я не думал, что так далеко туда мы идти. Я приезжал. Я плачу в районе 80-100 евро и включают все расходы, интернет, свет и все проживание. Но сферка платная у нас, поэтому надо покупать монетки и тогда можно стирать. Так, ну что, у нас полное описание, да, где там все хорошо? Вот, короче, зал. Зал перестроен, переоборудован. Посмотрите, какие там замечательные станки. Можно подкачаться, подкрепиться. Сразу после можно подкрепиться в столовую. Вот наши остальные студенты. Посмотрите на эту парковку ЛСССИ. Ну все понятно. Литовка, да? Шкода, Ауди, БМВ. Монетка стоит 1 евро 50 центов, я передумаю. Эгли, this is video for you. Спешное веселочком Демиду и Алексею. Let's move on. Врубай, пошли. Одна монетка нужна для того, чтобы постирать вещи, и другая монетка нужна для того, чтобы высушить вещи, если ты хочешь воспользоваться сушкой. Я готовлю кушать на кухне. Вы видели мою кухню, либо увидите прямо сейчас. Посмотрите, какая стати, какой стой, какие искусные цветочки, ребят. А какой вид, а какой гостка. На вид. А вон наши идут. А девочки, ребят, посмотрите. Это просто золото, а не кухня. Вот, смотрите, кто тут здесь спит, наверное, кто-то живет. Такой прекрасный, дед, подамянка. Так как на кухне три плиты, почти всегда хотя бы одна комфортная из них, свободно. Но, к сожалению, всего три дивана, и порой люди приходят, и когда они разлягутся на диванах, места на всех не хватает. Но, с другой стороны, есть два ствола, два стола, и есть еще много стульев, поэтому место найдется на человек 20-25 точно. Подушка, прям видно, да? Чувствуется LCC death before the camp. У нас творчики, рестораны, раскрасочки, бумажечки, солнышки, подписан конди номер, какие думочки, плиты новые, наверное, не знаю. Ну что, двигаемся дальше, идем? Неплохо. Я люблю своих румейтов, они классные ребята, ничего против них не имею. Музыку громко не играю, когда они спят, им и ладнется, любите. Сейчас мы зайдем в лобоку и посмотрим, как здесь Александр. Как он вакирует? Все, проходим, проходим, не стесняемся. Значит, вот президенты, вот так они, суши свободных, коробочки, не знаю, салфеточки какие-то, бумажечки. Пахнет здесь, конечно, не очень, ничего, это мужская комната-ки должно быть. Нет, у меня три из Ирака и один из Америки, я думаю. Ну, это очень дешево и намного дешевле, чем жить не в Дорме. А так мне все нравится, за исключением того, что у меня сломана кровать. Скажи, как он поженится? Не очень хороший Wi-Fi иногда, потому что он влючит сервера, падает. Смотрите, ребята, какие богатые студенты, колоночки, компьютер. А вот так вот, наверное, студенты просыпаются, лежат с утра, кто-то космет, кто-то монстром. В моей шкафчике не очень неудобно, потому что их только два сверху, и порой неудобно разложить все вещи нормально, не хватает каких-то полочек банально. Ну и плюс, если у вас есть какие-то коробки, которые вы видели, вы могли видеть у меня стоящих наверху, их тоже особо некуда положить, и поэтому приходится класть их, куда приходят. Короче, все есть для жилья. Все есть для жилья, очень удобно, комфортно, достаточно места. Вообще шикарно. Не дом, просто гостиница, без вас лишнего. Одни положили мне матрас, и ничего с этим не сделали, в общем-то, просто ел. Забито. Посмотрите на морозилку. И сами дешевые товары. Замороженное мясо. И не курятина, а я утена. Что у нас что? Ковядина. Дальше? Смотрите, ребята, орово, мороженое из орово. Хорошо. О, и еще также могу заметить то, что порой, когда ты забываешь эту карточку, у тебя могут быть проблемы с тем, что ты заходил в Дорма. Это не совсем адекватно, потому что я все-таки плачу деньги, я хочу зайти домой. Это не просто заморозил все воду с сахарной мешал, а на палочке заморозил его, правильно? Это реально мороженое из орово. Снизу посмотрим. Все отлично. Смотрите, сколько продуктов у студентов. На самом деле, из-за того, что вон ребята много еды покупают, не всегда хватает мне места, например, половить свои продукты. Плюс эта стеклянная полочка в холодильнике отсутствует. Видимо, кто-то ее разбил. Здесь не очень далеко идти, метров 100, что-то такое. Здесь не одна комната, но у нас есть две комнаты. Ну, по-моему, вторую комнату, где мы ходим? Пошли, здесь. Там кто-то спит. На второй комнате, между прочим, два места. Не трехместные, а двухместные. Смотрим в дух. Что нашли? Не очень хороший душ. Удобство есть, помыться, все, хватает, не знаю. Место, ну, посмотрите, вот, если это иду, тут мокрое, правда. Ну, сколько людей сейчас запихнут? Ну, видишь, как все есть, все есть. Дешево. Второе. У тебя всегда есть какая-то община, тебе есть с кем потусоваться, чем найти заняться. И третье, наверное, это то, что довольно-таки близко идти к университету, и тебе не надо очень много времени тратить в начале своего утра, чтобы пойти и подождать автобус, чтобы он опоздал. Или ты опоздал на автобус, и в итоге ты все равно никуда не приехал и опоздал в университет. А так как тут очень жестко с attendants, третий большой плюс мне очень нравится. Покажи тебе женский холодильник. Может быть, да, не могу. Давай, дыхай. Здоровое, да, здоровое питание, подземить полно. Отлично. Я видел, что вы не лейблете. Я не знаю, что вы не лейблете. Потому что вы не лейблете. Или мне лейблете. Или я не лейблете. Или я лейблете. Жив, чейк тут есть, жив. Ладно, нам хватило этих ребят. Нам с ними очень нравится. Итак, смотрите, давайте посмотрим, на самом деле, как продуман пожарный выход бездором. Пойдем. Просто окна помпезные. Вот сейчас на домике. Дальше, если посмотреть. Отлично. Так, появится какая-то фабрика, производство чего-то. И вот ночью можно увидеть очень красивую дынули по удару, который спускается, и вот на небо пошло. Смерть, верный рейс, верный рейс, высоко-аларный рейс. Везде есть свои алармы. Все кричит, все сдвинет, все светится. Ночью просто похоже на обычную стрельбанку. Вторая половина удармы выходит в сторону. Можно уходить и увидеть этот красивый кафедрал. По утрам просыпаешься, просто сказками. Проходим, нестязываемся. Ребята, сушилочка, смотрите. Все удобства. Сколько беремочек, вытянувшись. Ну просто божественный отель. Какой дом вообще, какие слова. У нас креативочка еще. Так, это даже миллионов человек понял нас. Главная лестница. Привет. Привет. Да, ну мы взяли свои аларды. Да, вырубаем, взяли, а взяли. А, ладно, пошли на улицу. Ладно. Да, это был Деменушка Продакшен Новый Ви. Всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok.